Сдать нормы ГТО и стать богаче скоро сможет каждый. Если новая инициатива властей будет одобрена, то студентов ожидает прибавка к стипендии от трудящихся к зарплате. Как благодаря здоровому образу жизни пополнить свой бюджет, а также о других законодательных проектах в обзорном материале программы. Оптимизация бюджета Росавтодора может привести к банкротству строительных компаний. Федеральное дорожное агентство рассматривает вариант сокращения расходов на строительство объектов в 2015 году на треть от запланированного. Чиновники уже практически приняли решение о сокращении денежных средств на 40 миллиардов рублей. Эти финансы должны были пойти на строительство и ремонт трасс федерального значения. Стоит отметить, что такие поправки противоречат указам президента страны об удвоении темпов строительства Дорожного фонда до 2020 года. Календарь профессиональных праздников планируют упразднить. Министерство труда России предлагает отменить часть памятных дат страны. Подобное решение связано с необходимостью исключения дублирования некоторых профессиональных праздников. Так, например, по мнению специалистов, предлагается избавиться от Дня советской науки, работников легкой промышленности и автомобильного транспорта, работников сельского хозяйства, Дня учителя, а также Дня советской милиции. По мнению федеральных чиновников, у представителей этих отраслей есть другие профессиональные праздники. Студенты, сдавшие нормы ГТО, получат повышенную стипендию. Уполномоченный представитель президента России в Приволжском федеральном округе озвучил ряд инициатив. Новшеством может стать примирование работников, студентов и школьников, успешно прошедших нормы ГТО. Денежное вознаграждение может коснуться и трудящихся, а повышенную стипендию получат студенты-обладатели значков ГТО. Новосибирск